Тишина в лифте. Как настроение? Ты 0.5 включил, надеюсь. Снимаешь, Эдико не наден. Нажми на 0.5. Не получится. Воскресенье, раннее утро. 8 утра просто. Просто 8 утра. Встали мы рано и отправляемся мы в поездку. Поездка будет достаточно интересная. Больше чем уверен. Это мое первое нахождение в этом месте. Смотрите, какая красивая, Настенька. Моя мечта сбывается сегодня. Главное, теперь выйти. Нажми. Маш, что-то это пальто твое не упало. Тот, кто нас везет, он еще не знает, что его ожидает. Это будет тоже для него сюрприз. Да, у нас будет. Эдик. Как будет нажимать? Нажимаем? Блин. Давай я нажму. У меня падает твое пальто. Так, аккуратно. Вот что сделать у нас? Видите? Пальто падает. Осторожно, мы выходим. Давай, давай, иди, я выбегу. Мы идем. Автомобиль. Человек, который несет активно. Просто сейчас упадет все. О, смотрите. А у нас здесь еще есть такая собака. Здравствуйте. Доброе утро, Саша. Привет, привет, привет. А. Привет. Сейчас мы здесь заползем. Мы идем, Саня. Залезли. О, поместились мы. Так. Что, ты уже снимаешь? Идет звук? Пойдем пить кофе. Так, мы отъехали примерно 100 километров от Парижа. В сторону нашей точки, куда мы собрались. Доброе утро. Записываю, как обычно, лайфстайл с остановки. Такая заправка. С заправочной станции. Куда всегда приезжают люди, останавливаются, пьют кофе. А здесь есть Старбакс. Носочки. Карфу. Классные. Какая-то еще фигня. Я хочу... Ну, суть-то в чем? Остановиться, выпить чашку кофе и уже до места назначения отправиться дальше. На самом деле, на улице очень холодно. Народу никого. Сегодня воскресенье. И, конечно же, реально. Там собака наша, к которой мы едем поутешествию. Заправка Би-Пи. Наш автомобиль. Я пойду сейчас в сторону. Ладно, идем. Жду Эдика, чтобы... Можно мне, пожалуйста, деньги на кофе? Кафешки. А, с собаками нельзя написано. Сэр, голубушка, привет, привет. Ну, давай, давай, что тебе принести? Какой ты любишь кофе? Конечно. Капучино, где больше молока, с сахаром, с сиропом. Смотрите, какая красоточка. Красотка, красотка. Какой ты хочешь? Да, обыкновенный кофе, простой кофе. Красотка, красотка. Саш, ты сними. Пойдем, Эдик. Саня. Саня, какие впечатления? Пойдем, купим кофе. Саня, вы будете сегодня нашим гидом. Будет рассказать нам самые интересные моменты, куда мы отправились. Он знает больше, чем мы. И поэтому, Саня, в двух словах про эту заправку. Зачем я сейчас с вашей работой? Заправка стоит на автостраде, направленной в Нормандию. Нормандия – это далекая французская страна, которая никогда не была французской, и о которой говорили римляне Нейстрия. Мы едем в Нейстрию, происторическое название Нормандии. Нейстрия. В принципе, мы отправляемся в место, где есть Ла-Манш, волны, казино и, конечно же, устрица. И смотрите, у нас какая замечательная подвиг с нами едет. Красотка. Да. Бонжур. Бонжур. Пофильмину. Пофильмину. Бонжур. Все ли раундхедаун, нофильм, и вы поедете. Окей. А микрофон у Саши остался? Ничего страшного, ты же меня слышишь? Рассказывай, что ты будешь? Главное, отключить тот микрофон. Можно отключить микрофон? Зачем мне? Ну, он сейчас будет звук писать параллельно его. А, да? Все, что он там делает с собакой, да. Я думаю, что это будет не слышно, наверное. Он думал, что он не будет ловить? Я не знаю. зато узнаем всякие тайны ладно я буду я хочу говорить матча латте есть ли вы матча? матча латте латте с дуле сужат, пожалуйста на место или портте? портте, да таймойян таймойян второе, капучино таймойян с дуле нормальной дуле нормальной нормальной, да дуле башь для тебя, что ты хочешь? в России, я хочу сказать капучино таймойян Есть 2 капучино. 2 капучино размера? Да. Вот это все. 3 сега, 3 сега. 1 матча нате сожа и 2 капучино. По карте или по специски? По специски. Он платит. Это я, который платит. Он ругает. И Алекс? Он производит что-то? Спасибо. Что это такое? По капучино, полмачасе Анастазия, и до капучино Алекс и Эдуар. Вау! Похоже на... как это называется? Старс кафе. Да. Просто повторили Старс кафе. Как такое может быть? Ну, наверное, как-то может быть. Не надо было уходить никуда. Не надо было валить, блин. И все было бы у вас хорошо. Ну, слушайте. У каждого своя фигня. Теперь я сам записал то, что я сказала. Что именно ты сказала? Просто взяли и повторили Старс кафе. Ну, это записал, конечно. Так, ну что, сейчас мы пьем кофе и отправляемся в сторону Нормандии. Саша только что вам рассказывал, да? Как это называется? И это примерно где-то 220 с лишним километров от Парижа. Северная сторона, мы едем на Ла-Манш. Будем в нескольких городах. Все остальное уже, видимо, уже по приезду туда. Это мир, куда мы отправляемся. Это нормандские коровы. Сыр камамбя, пахнущий носками. Обязательно вам расскажем про него. И страна сидора, где делают сидор из яблок. Ну, насчет сидора я не знаю, а вот сыр наверняка мы посмотрим. Ну, сидор, конечно, тоже. Видимо, в магазинах или в том месте, где мы будем находиться. Но у нас еще есть, предполагается, заезд в одно место. На рынок рыбный. В Трувиль. В общем, все по ходу. Так что, двигаемся дальше. Давай скажем, что мы не едим. Почему мы не взяли поесть? Ты скажешь, что у вас нет денег, чтобы купить поесть? Мы не взяли ничего поесть, потому что мы не едим сахар. Потому что мы не едим вредную еду. А в Старбаксе все, что полезно, это максимум кофе. И то. Под вопросиком. Несем другу кофе. Все, ладно, отправляемся дальше. Вообще мы забавляемся, когда приезжаем на заправки, такие дорожные, просто поглазеть, потусить, так сказать, взять кофе. Максималка, это взять кофе. Прочесаться, да. Ну и поехать дальше. Кто будет открывать двери-то? А я не знаю. Саша может что-то строить, да? Саня. Все, мы поехали. Просто я забыл свой телефон, у меня настроение все упало моментально. Давай найдем Саню и просто возьмем телефон. Какие проблемы? Пойдем искать Саню. Так, друзья, ну что? Мы приехали на алебастровый берег. Охренеть. Ну, так, внимание, секундочку. Так, ну. Так. Ну, говори. Офигеть. Как это красиво. Так, а чтобы забраться наверх, надо наверх, да? Вот там лестница, я вижу, да? Да, да. Нужно туда идти. Я туда пойду. Так, ты пойдешь к эмоциям или пойдешь туда? Так. А может, ты пойдешь по лестнице? Нет. Зачем? Понятно. А? Так ты, может, ко мне придешь сюда? Эдик. Вон, вон Саша. Как раз нам Саша нужен. Спускайся по лестнице. Ну, красотища же. Офигеть. Как красиво. Так. Спускаемся вниз. Вот она, знаменитая нормандская красота. Место под названием Этарита, как говорится, Невосток. С римского названия. То есть, римляне не знали, что такое запах. Они знали только восток. И назвали это место... Я вижу ветряные мельницы вон там. Это место не во... не восток. То есть, запад. И вот они, знаменитые, алебастровые скалы. Алебастровые скалы, да. Вон, видите, он там. Я себе буду выключать периодический микрофон. Я пойду до Саши, попрошу у него, что мне нужен очень телефон мой. Ну, иди давай до него. Просто красотища, ребята. Я пойду. Первая половина 19 века Немандия знаменовалась рассветом морских купаний, которые ценились за свои лечебные свойства. С 1840 года в Этарита стекались гости, промышленники, банкиры, богатые купцы, художники и журналисты из Парижа и Англии. Некоторые из них построят очаровательные виллы в центре деревни или на ее возвышенности. Пляж и набережный будут оборудованы удобственными, предназначенными для этих вновь прибывших. Домики, отели, казино. Многие из этих прибрежных построек будут разрушены во время Второй мировой войны. А сейчас Этарита – это прогулки, галька с волнами, две горки, в которые нужно подняться, имея дюжую силу. И, конечно, красота, привлекающая туристов своими сырами, сидрами и продуктами, изготовленными в данном регионе. Кадар, давай. Здесь кадр? Вот кадр. Ну что, давайте, Двард, расскажем. «Алебастровая берега» называется. Так. Все. Достообщательность Нормандии. Район? Как это сказать? Регион Этарита? Да? Ну, это Нормандия. Регион Нормандия? Регион Нормандия, да. Город Этарита, правильно? Это у нас, получается, Ла-Манн. Судя по всему, с той стороны у нас находится Англия. Гениально вообще. Знаменитые скалы с вырезами. Ну, я сейчас туда пойду. Туда. Здесь находился опорный пункт во время Второй мировой войны. Находился опорный пункт немцев. И вот с той стороны вот там есть доты, которые охраняли. Это побережье. Сюда, недалеко отсюда, несколько километров, мы высаживались американские, английские и канадские войска. В 44-м году. Друзья, кратко. Что такое СДВГ? Это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это когда человек не может устоять на одном месте, делать одну и ту же рутинную работу, и постоянно ему не хватает какого-то движника, например. Яркий-то мой пример. Это я. Я реально... Никто мне этот диагноз не ставил. Это предположение мое, что у меня СДВГ, судя по описаниям жизни человека, который живет с этим синдромом. Например, Эдик. Стояла, стояла, вдруг ушла. Я не могу сконцентрироваться на одном и том же долгое количество времени, поэтому для меня очень важно менять сферу и разные виды деятельности в течение дня. Я могу начать условно разбирать стиральную машинку и тут же потом через минуту забыть о ней, потому что мне кто-то позвонил и увлечься работой. Потом через полчаса я вернусь в ванную комнату, увижу, что у меня не разобрана машинка и продолжу ее разбирать. Такое может быть, но это... Не могу сказать, что это мешает моей жизни. Я могу сказать, что, мне кажется, это усложняет жизнь просто людям, которые тебя окружают. Вот и все. Пойдем уже. Пойдем. Пойдем. Какое впечатление от Ла-Манша? Пиши, океан. Это же океан? Мари, пиши, это же океан? Это Ла-Манша. Друзья, в любое время года он прекрасен. Пойдем. Мы сейчас пойдем наверх. Я просто наслаждаюсь каждой минутой нахождения здесь. Сильная, мощная энергия природы, которая заряжает на новые идеи, на новые мысли. Пойдем, ладно, все. Уже пора нам. Кот Дальбатр обязан своим названием 140-километровым меловым скалам между устьем Сены и Сомой. Самые живописные из них это скалы и трета. Они удивляют своей вертикальностью и противостоят дикой и несколько строгой красоте. Обратите внимание, друзья, прогулки под скалами запрещены. Вы можете попасть на штраф местной полиции. Скалы и трета входят в число самых впечатляющих природных объектов Европы. Отправим волосы, да, немножко. У тебя-то нормально все? Сыкарно. А у меня прям, ну, топчик, да, как бы на голове. Дайсон. Дайсон мой. Если честно, если честно, нахренеть. Ребята, там наверху очень холодно, очень ветрено, мягко скажем, ветрено. Тебя сносят полностью. И мы, к сожалению, вам наверху там ничего не засняли, но... Есть все остальное будет в инстаграме. В инстаграме вертикально есть кадры. Зайдите, пожалуйста, вы сразу узнаете, увидите эти моменты, да. А мы пойдем сейчас вот туда. Вот в ту часть, там вам горизонтально снимем, обещаю. Пойдем. Класс. Замерз ты капец. На самом деле сейчас пойдем надеваем пуханы, да. Пойдем. Природа нереальная, красивая, просто. Внутри какая красота. А свет какой шикарный. Слышите, океан звучит. Ой, какая красота. А волны, волны такие. Вон они. Сносик. Полностью. Да, Эдик? Пойдем. Такой домик здесь, смотрите, стоит. Это жирный. Это жирный. Какая красота вообще. Какая нереальная красота. Какие детали. Какой ландшафт. Просто сказка. Вдохновленная творчеством импрессиониста Клода Моне, известная популярная актриса Мадам Тибо решает создать сад. В 1903 году было посажено первое дерево в этом саду благодаря садовнику по имени Агюст Ликюню. Мечта Мадам Тибо превращается в реальность. Такая красота. Снимаем. Сад представляет собой художественную научную лабораторию, целью которой является исследование новых технологий ухода за растениями и создание из них необычных форм. Я там уже все сняла красиво очень для ребят. Здесь такая скульптура, посмотрите. Андрей. Что-то там Андрея. Здесь, видимо, кафешечка. В будний день она работает, но сейчас она закрыта. Смотрим, что здесь дальше. Вот там Жордан. А, ну все, смотрите, здесь все. Вот он там. Что-то там еще есть. Сейчас поднимемся наверх. Наверху должно быть какое-то дальше. Самое интересное, что благодаря русскому ландшафтному дизайнеру Александру Гривко, который родился в Подмосковье в 1975 году и изучал экономику в МГУ, а далее поступил на Международную школу флористов-дизайнеров, для того, чтобы реализовать свои идеи ландшафтного дизайна, сад приобрел иную популярность и стал одним из самых посещаемых садов во Франции. Откуда взялась концепция сад-эмоций? Это еще во времена Мария Антуанетты, которая имела здесь устричную ферму и была вдохновлена подводным миром. Зная, что каждая рыбка, каждое создание, которое живет под водой, испытывает разного рода эмоции, она решила эти эмоции отобразить на лицах и поместить в сад и называть его сад-эмоций. Какие мысли? Мысли о том, что людям просто в наше современное время просто необходимо, я бы сказала, обязательно выезжать как можно чаще на природу. А мы постепенно переместились в Давиль на этот замечательный песчаный пляж с далеко уходящим ламашем. Еще когда-то здесь купалась та самая Шанель в своем новом купальном комплекте. Но если вы досмотрели до этого момента, значит у вас есть еще несколько минут для того, чтобы найти на этом видео код, который нужно будет отправить мне в Инстаграм. Отправив этот код, вы станете участником розыгрыша замечательного подарка лично от меня к Новому году. Ну, возможно, к Старому Новому году. То есть Новому году по Старому календарю. Единственный ресторан, который работает в Трувиле, это вот этот. Ле Сентраль. Сентраль. Ждем мне, сейчас сниму. Парфей. Мерси вуку. Так, мне нам дали. Сейчас будем выбирать. Так, смотрите. Значит, фруидомер, это морепродукты мы, я буду, я хочу, если честно, я хочу мулли. В каком замечательном месте мы с вами находимся? Здравствуйте. Ну, этот город называется Трувиль. Я очень мало знаю, кстати. Про Трувили? О Трувили, да, но я думаю, что он старее, чем до Виль. Были две деревушки, одна называлась, мне кажется, это старое название, хотя хрен его знает. Может быть, на месте Трувиля вообще никогда ничего не было. Но сегодня это два граничащих города. Трувиль был всегда, Трувиль под вопросом. Однако, в 19 веке появилась идея поставить рядом с Трувилем город Трувиль. И появилась идея пригласить туда и поставить дома, стилизованные под общую Нормандию, Нормандия как таковая, то есть факт Верки рядом с Трувилем. И решено было это предложить новым, новым, состоятельным людям. А вторая половина 19 века – это уже появление, по сути, становление 20 века, если хотите. Это не просто кончание 19 века. Там уже и нефть начала сквозить через поры земли. Поэтому богатых было достаточно, тем более в заживочной Франции. А история с казино? Ну, казино, казино принадлежало господину Барьеру, Лисену Барьеру. Он, кстати, скончался лет, наверное, 15-20 назад, всего ничего. Ему принадлежали казино побережья как такового. По всему Ла-Маншу, по всей Атлантике и по всему Средиземноморью принадлежали одной семье, семье Барьер. Поэтому сейчас и гостиница «Нормандия», и гостиница «Гранд Барьер» названа не в честь какого-то барьера, как такового, а в честь самого человека. Портреты которого висели долгое время и на самом казино в том числе. Когда ему исполнилось 100 лет, здесь чуть ли не всем миром отмечали его день рождения. Ну, я уже до 100 лет, что ли? Нет, со дня рождения, прожил он меньше. В общем, что произошло? Тут надо начинать издалека, практически с 1808-199 года, когда Наполеон женился на Жозефине. Жозефина уже была замужем, она была креольского происхождения, с мартиники. Она уже была замужем за господином Бугарне, у нее было двое детей. Одного звали Евгений, вторую звали Гортензия. Вот эту вот Гортензию и Евгения, мало того, что он женился и дал фамилию Жозефине, Наполеон, она перестала быть Бугарне. Он усыновил, удочерил ее детей. И та же самая Гортензия стала Гортензия Наполеона, равно как и Евгения. Но мало того, что он удочерил ее и его, он еще и замуж выдал за младшего брата Гортензию. И она дважды стала Наполеоном. И от первого мужа, от младшего брата Наполеона, она родила первого ребенка. Ребенка назвали Людовик Луи, Бонапарт. А позднее, это вторая половина 19 века, он становится императором Наполеоном III. То есть получается, что это такой вот, ну как племянник Наполеона Бонапарта. Но Гортензия вторично вышла замуж за некого господина Морнии, аристократического происхождения, и родила второго ребенка по имени Шарли. Таким образом, у нее в семье двое единоутробных детей. Людовик Бонапарт и Шарли Морни. Когда он подрос, он часто вращался в диаболатических кругах. В общем, он стал представлять интересы Франции самой России, в той нашей имперской России. И он был послом Франции. И в скромных рядах буржуазии он обнаружил очень красивые глаза, влюбился в них. И его избранницу звали Софья Трубецкая. Он ее привез сюда. Он прожил с ней 9 лет. За эти 9 лет она родила ему трех детей. И уговорила из бывшей рыболовицкой деревушки, бывшую рыболовицкую деревушку, перестроить в город. Город для богатых состоятельных людей. А ля Монако, только на северном берегу, город назвали Довиль. В честь княгини. Ну, не в честь ее, но благодаря княгине Трубецкой. Софья Трубецкая. Ну, гениально. То есть, ей не понравился Трубецкая, она решила, что нужно сделать рядом городок. Ну, ей понравилась сама идея. Почему бы нет? А ведь до сих пор женщины Франции предпочитают каблуки проваливать в асфальт или в Монако, или в Давиле, в других остальных городах. Хоть в Париже, хоть где. Это практически запрещено законом. Или ты перо в бок получишь от какого-нибудь араба, или ты будешь осмеяна. Каблуки не приветствуются. Или тебе нужно выйти из гостиницы Георг Пятый, дойти до машины, которая отвезет тебя в какой-нибудь наикрутейший ресторан Бристоль, кухня Алина Дюкасса, и таким же образом вернуться обратно в тех же туфлях. Извините, у нас не так много мест во Франции, как ни странно, где женщина может показать, что она женщина. Ну, сегодня-то вообще в Париже. Так что идея была очень хорошая. А ведь действительно, летом здесь очень крутые машины. Это видно по гостиницам, по Люду, по всему-всему. Ну, это реально круто. Я могу ее достичь? Да, только маленьким-маленьким кусочком хлеба. Да, Цера, только осторожно, смотри. Вот там кусочек хлеба тебя ждет, смотри. Давай. Нет. Вот, вот, посмотри. С маслом ей быстро. Нет, только без масла. Ей масла нельзя. Да, это будет уже... Ну, там три маленьких. Сами, ты стесняешься, ты можешь рассказывать и есть. Да? Да ничего такого. Конечно, да. Наоборот, даже... По поводу казино, я хотел сказать, что когда-то там тусовалась девушка по имени Франсуаза Саган. Не в самом казино, но она из казино вышла, в полупьяном состоянии. Она только что выиграла, ну, практически выиграла, мне кажется, это была ганкуровская премия, которую присуждают в ресторане Дрион. Такова традиция. Писать за что-то. Писать. Да, писал что-то. Да, прощай грусть. Знаменитый роман «Прощай грусть» Франсуаза Саган. И она понимает, что она взевает у премии. А премия, по-моему, до сих пор ее выдают без копейки денег. Но ей еще дают тираж. То есть она получает тираж вместе с этим. Хотя я сомневаюсь, что это была именно ганкуровская премия, потому что ганкуровская премия чаще всего журналистская. Но неважно. В общем, она получила премию. Я получила этот самый тираж. Она приехала сюда, у нее было полсумки денег. Она из казино вышла уже с целой сумкой, потому что у нее пошло. И она выиграла еще деньги. И вот когда она вышла уже в таком мрачном состоянии, было ли 3 или 4 часа утра в Довиле. И она ходила с этой сумкой здесь в таком вот непотребном состоянии, что называется. Подошла к какому-то человеку, а шаром покатил лето, никого нет. Но в 3-4 часа ночи кого здесь можно найти? Никого. Тут белым днем никого не увидишь. Все-таки Нормандия. А тут тем более ночью. И вдруг она встречает какого-то человека, который стоит возле двери своего дома и курит. Ну, дом, не дом, какой-то особняк. Она подошла и спросила, а в этом симпатичном доме не найдется комнаты? Мне надо просто отоспаться. Я уже на даках не держусь. И он сказал, мадам, это вообще-то извините, как вы понимаете, мест нет. И она говорит, тогда я его покупаю. А денег, говорит, у тебя, дорогая, хватит? Она говорит, хватит, разворачиваешь. А там денег больше оказалось, чем он, в принципе, предложил ей. Там речь шла о франках, я не помню цифру. И она эти деньги заплатила ему. И они полюбовно договорились, что выселять никого не надо. Прямо сейчас бежать бегом, как это в фильме «Игрушки» было, когда владелец масс-медиа покупает огромный замок, а потом кричит, а теперь пошли все вон. И хозяева говорят, так не делается, как же, вы только что предложили определенную сумму, мы готовы как бы покинуть дом, но не так сразу. Он говорит, а 28 миллионов устроят вас, к примеру. И они тогда побежали. Вот здесь так не делается, они полюбовно договорились, что в сентябре отец едут и гостиница станет ее домом. Вот так она свои последние годы жизни и каратала в доме в Довиле. Здесь фотографии, ее фотографии, где она на пляже Довиле, мы с вами проходили по набережной среди кабинок в стиле арт-деко. Это, кстати, кабинки, которые... мне кажется, 30 с чем-то. Мне кажется. по-моему, здесь. По-моему, если я не ошибаюсь, да. Дату смерти так я особо не отслеживал. Я не многих знаю, где кто умер. Вот. Я помню, что Эдит Пиаф умерла не в Париже, например, хотя жила рядом с русским посольством до 63-го года. У нее была прописка даже практически напротив русского посольства. Но тогда русского посольства там еще не было. А умерла она в Грассе, к примеру. Город Грасс, 30 километров от моря. Ну вот. Что вам еще сказать? Так вот, новые, богатые, состоятельные люди, когда приезжали в конце 19-го, в начале 20-го века сюда, в Довиль, они говорили между собой жену в Довиль, любовницу в Трувиль. Чтобы все были на глазах, под боком, чтобы все были под контролем. и никто никого не видел. Здесь сняли очень большое количество фильмов. Ну, набережные, маяки, такие вот пляжные прогулки очень хорошие. Здесь любила бывать королевы Великобритании на деревянной набережной. Набережная из Тиса. Кажется, это Тис. Корабельный такой, выложенный. Вдовиль. Вдовиль, да. Второй этаж, да? На первом. И все кабинки расписаны как именами киноактеров, потому что там проходит неделя американского кино. В сентябре каждого года, неделю. А сами-то актеры знают о том, что кабинки названы в честь их? Нет, ну это Аллея Славы, это так задумано, никаких там людей не бывает. Пляжные кабинки когда-то были открыты, это были 20-е годы. Стиль ар-деко он умер практически, как говорят, в 1928 году, то есть на смерть его тоступила, самого стиля. Значит, кабинки были построены до 28-го года. Все они расписаны именами актеров, которые тогда еще не родились, но которых постоянно меняют, то есть подкрашивают. О, Дибер. Дибер, он плюс селёк. Да, короче. А бляжные кабинки сдаются на время по договоренности с мэрией. Для переодевания. Даже не сколько переодевания. Там хороший бизнес, поэтому художники там продают свои работы. Иди сюда. Да. А так они всегда закрыты. То есть это уже оставили для украшения. Там за кабинками съемочная площадка фильма 1966 года мужчина и женщина. Он же по пляжу ездил на автомобиле, да? Да. Мужчину и женщину снял Клод Лилюш. живой до сих пор. Да. И позывные города, гимн города это мелодия фильма мужчина и женщина. Мужчина. Так что мелодия стала очень-очень популярной и известной во всем мире. А для Довилия это стал гимн. А музыку написал... Не помню. Не помню. Французский композитор вылетел с головы. Но это не тот, который женился на русской и стал тоже православным. Да ладно. Да, это не он. Мерси. Маленький. Самый известный композитор здесь считается Владимир Косма. А по-моему он и писал. Мужчина и женщина. Нет? Кто-то другой я не помню. Я думаю, что тот тоже на как-то марши... Да, да. Это не тот. Это не тот. Я могу прямо сейчас заглянуть в интернет и посмотреть все. Не уверен. Мне кажется, что это он. Не знаю, куда поставить камеру. Да, там поставить. Франсис Ле. А, Франсис Ле. Да. Франсис Ле. Как говорят, салтузырия на вуах. Ммм. На салават Ера Бару. Давай, очень. Да. Что еще сказать? Город хорош. Приступим. В 1913 году в этом городке давили первый бутик свой открыл Габриэль Шанель. Причем она первая полезла в воду. Наконец-то приучила французов купаться. плавать. Она же там что-то изобретала со своим купальником. Вот. И, наконец-то, потому что все 19-е столетие и начало 20-го они же просто приезжали туда вдохнуть йода на побережье. Неважно, на юге или на севере, все равно йод был необходим. Люкочные заболевания Питер. Не все доезжали, не все успевали. Ну, она заставила их плавать. То есть, раздеться в первую очередь. Заставила. О мемориальной доске, о том, что там пребывала Габриэль Шанель, вспомнил только Карл Лагельфель. потому что он работал с ней. И поставил на окошко гостиницы Нормандия витражное стекло, на котором написано здесь, в 1913-м Габриэль Шанель впервые открыла свой первый бутик до Вилли. Да. Что-то не так едят. Ну, ладно. Шикарно. На время остановимся над трапезой. Ребята, вам приятного аппетита, мальчики. А что, микрофон? Давай микрофон я сниму. Выключу. Все едим миди, да? Просто, да, Эдик? Ну, как тебе? Да, шикарно. Приятного аппетита. Едим, значит. Картошки, ту, которую мы с тобой долго едим. Не будем. Внимание, Эдуард ест запрещеночку. Запрещеночка. Запрещеночка. Что-то, как это? Вкусненько? А? Ну, давай. Да пиньон. Картошки. Яблочки. Друзья, на самом деле, нам просто не хватило времени. Но мы вам рекомендуем. Обязательно будете во Франции, приезжайте в Нормандию, поешьте сыров, выпейте сидора и, конечно же, прогуляйтесь по этим замечательным пляжам. Главное, одевайтесь теплее, потому что ветер такой силы, что пронизывает каждую часть не только ваших внешних, но и внутренних органов. А летом одевайте трусы. Продолжение следует... Продолжение следует...